Привет, дорогие сплетники. Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон. Если на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, вот вам, пожалуйста, еще один, я не знаю, финт ушами, когда мы говорим про лицемерие ушедших из России компаний. Еще одна причина, почему стоит зайти на Wildberries и закупаться именно там. Это какой-то трэш, ребята. Значит, Wildberries начали продавать одежду от Zara. В Marketplace заверили, что закупают товар напрямую от производителей и от официальных дистрибьюторов. Поэтому появление контрафакта на площадке исключено. О том, что появление контрафакта на площадке Wildberries исключено, здесь огромный вопрос. Потому что ни один раз, ни два раза, ни три раза. Помните, даже Коносова делала огромное расследование по поводу фейков, по поводу контрафакта на площадке Wildberries. Поэтому здесь, конечно, вопрос стоит открытый. Но когда мы говорим про компанию Zara, ну, ребят, ну кто будет подделывать компанию Zara? Те самые штаны за 40 евро и блузки за 35. Ну, не знаю, в пресс-службе сообщили, в пресс-службе Wildberries, что продавцам одежды Zara выступает как сам Marketplace, так и отдельные предприниматели, доказавшие платформе легальность происхождения товара. Цитата. Закупка товара, который продается от самого Wildberries, осуществляется только напрямую от производителей и от официальных дистрибьюторов. Появление какого-либо контрафакта, бла-бла, только что об этом сказали. И вот, пожалуйста, вам, дорогие мои сплетники и сплетницы, на Wildberries также появились. Pool & Beer. О, боженька ты мой. Я не знаю. Тот самый момент, когда самый ничтожный, мы говорим, в плане ценового сегмента. Но это бюджет, ребят, это самый обыкновенный, затрапезный бюджет, это быстрая мода, которая меняется, ну просто не успеешь моргнуть, у Zara уже новая коллекция. А потом, если мы говорим про Zara и тот же, например, H&M, то если в H&M действительно качественные вещи, если мы говорим про бюджет, если мы говорим про быструю моду, у H&M хотя бы выдают приемлемое качество. Zara, ну это до первой стирки, я никогда не был фанатом Zara, потому что, опять же, качество безобразное. Если мы говорим про обыкновенный качественный Basic, те же майки, те же, я не знаю, трусы, тот самый классический Basic, который по идее не должен стоить больших денег. Zara, конечно, очень сильно проигрывает. Здесь мы смотрим на вот тот извращенный способ продажи товара, когда компании вроде как ушли. И вот здесь мне интересно, сама Zara знают, что они продаются на Wildberries или это уже в работе как раз тот самый серый импорт, о котором все говорили. Или же это непосредственно сама Zara договорилась с Wildberries и толкают там свои непонятные джинсы и футболки. Вы знаете, запашок лицемерия. Вот здесь мы публично топаем, все в Европе и Америке хлопают ладошками. Вы посмотрите на этих самых красавчиков, которые ушли из страшной России, ничего там продавать не будем. Вон весь Wildberries сейчас забит этим самым. На Яндекс.Маркете в то же время появилась мебель от Ikea. Ikea, напомню, шла из России одной из первых. И вот, пожалуйста, вам и стульчики, и котомочки, и столики, и всякие разные книжные полочки. Все продается там. Я не знаю, это продают те самые продавцы, которые изначально закупали в огромных количествах мебель из Ikea. Господи, боже мой. Вы знаете, настолько это все абсурдно, насколько вообще может быть. Здесь мы смотрим, продажи идут до 50% скидки. Стул Ikea InGolf изначально стоил 11600, сейчас он стоит 5670. Это 50% скидка. И мне интересно, какая изначальная была цена, или по какой цене вообще это продается. Мне очень интересно, кто это все продает. Это какие-то договорные моменты с Wildberries или Яндекс.Маркетом, или же это просто дельцы, которые возят или серый импорт, или продают залежавшиеся вещи, которые они скупали просто в промышленных масштабах, когда закрывались и Ikea, и Zara. Но такое, знаете, ребят, я не удивлюсь сейчас ничему. Сейчас мы открыты для любой информации. Та информация, которую мы получаем, она идет за пашком абсурда. Потому что я не могу понять, как бюджетные компании, ну самый, что ни на есть, основной бюджет может продаваться сейчас на этих самых площадках. И есть ли вообще там покупатели. Вообще, мне интересно, скучаете ли вы по H&M, скучаете ли вы по Zara и Pull&Bear. Сейчас начинаются, кстати, летние скидки, летние скидки по всей Европе. И мне интересно, как сейчас дело обстоит именно вот с тряпками, с одеждой, как дела обстоят с этим в России. Идут ли скидки и чем смогли заменить конгломераты, как H&M, так и Inditex, под зонтиком которых находится огромное количество компаний. Которые на самом деле делают, ну, неплохую одежду. H&M я лично большой фанат. Я очень переживал, когда они закрыли чип Мандой. Но, тем не менее, это Essence, это Monkeys. Я не знаю, были ли Monkeys в России или нет. Это тоже H&M. H&M делают огромное количество, вот в разной ценовой категории, огромное количество качественной одежды. Мне интересно, чем смогли заменить это самое в России. И скучаете ли вы? Хотя, вы знаете, смотря на то, что сейчас происходит, не удивлюсь, если все сейчас повально вернутся в Россию. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои, дамы и господа. Давайте пообщаемся в комментариях. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, не забывайте про подписки. Но, повторюсь, лайки, это абсолютно бесплатно. Это вам ничего не стоит, это просто секунда вашего времени. Но это очень сильно помогает нашему комьюнити, это помогает при продвижении видео. Сейчас очень сложно с монетизацией. Но мы одни из тех, которые остались на YouTube, которые никуда никогда в жизни не уйдем. Будем снимать вне зависимости от финансовой ситуации, вне зависимости ни от чего. Поэтому обязательно подписывайтесь, у нас здесь очень интересно. Но если вы считаете, что это блогер, который заслуживает поддержку, вы всегда можете поддержать нас донатом через суперспасибо, налистать спонсором. Спонсорская подписка начинается с 2 долларов в месяц. А мы обязуемся каждый божий день радовать вас свежими видео. Ну вот, пожалуйста, дорогие мои сплетники, Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Ранее она давала интервью, где она сказала, что эта буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. После этого Госсовет Крыма допустил, что лишат Поклонскую всех наград. И вот, пожалуйста, сейчас, буквально вчера Поклонская выкладывает вот этот вот комментарий. Друзья, сегодня я назначил на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Зная, что будет много добрых пожеланий, заранее благодарю. И дальше она пишет. «Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь будут заниматься выполнением поставленной генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом о прокуратуре ЛРФ». И, значит, дорогие мои, я так понимаю, что ей поменяли ее работу, но ее никуда особо так далеко не задвинули. Но, видимо, было какое-то условие, потому что она публично заявила, что никаких больше соцсетей, никаких больше публичных высказываний. Она не публичный человек, она госработник, и поэтому никаких соцсетей. Видимо, даме просто сказали «дама, вы слишком много говорите», и она слишком стала опасна, потому что вроде бы как прокремлевский. Да не вроде бы, а прокремлевский человек, надо назвать вещи своими именами. И вот она сейчас заявила никаких больше соцсетей, и когда она утрирует, вот она сконцентрирована на подаче этой информации, никаких больше публичных высказаний. Я думаю, это было все сделано с позиции недавления, это было условие. Конечно, это было условие, или ты играешь, девочка, по правилам, или давай, до свидания. Кто что знает, давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. И вот продолжаем небольшую вот эту вот тему с биологической матерью Сергея Лазарева. Вот как утверждается, это именно та женщина, которая дала свой биоматериал, вынашивала не она сама, вот это вот тоже мне очень многие сплетники написали. Огромное спасибо за обратную связь, это очень интересно. И вот, значит, так выглядит его подруга Аника Белодедова. Красивая девочка, и вот как утверждает, она биологическая мать детей Сергея Лазарева, но сама детей она не носила. Вот такой вот небольшой штрих к портрету, штрих к ситуации биологических детей Сережи Лазарева. Интересно послушать ваше мнение. Мне так интересно, знаете, вот тот самый момент, когда мы высказываем какую-то мысль, мы высказываем какую-то позицию, и сразу огромное количество пташек, огромное количество вас сплетников несут тоже какую-то информацию. Вы знаете, здесь не такая ситуация, когда я один все нахожу. Я снимаю каждый божий день, и у меня физически не хватает никакого времени, потому что на YouTube-канале, не про Telegram-канал, я говорю, на YouTube-канале у меня нет ни редакторов, ни помощников. Все сам, все сам этими худенькими ручками. Но с вашей помощью мы всегда докапываемся до истины. Я не знаю, правда это или нет, но мы здесь сплетники и сплетничать имеем право сколько нам угодно. Ну вот вам такая интересная мысль про мать биологических детей Сережи Лазарева. Очень все это интересно. Сергей, конечно, очень скрытный человек, но мы все равно до всего докопаемся. Бородина выкладывает вот этот вот сториз в своем инстаграме. Я, например, не знал этот инфоисточник, из которого она взяла эту информацию. Но вот как пишут отношения Адель и Миши Литвина, Литвин это один из... Я не хочу оскорблять человека, но вот это не мой блогер, ребят. Это автоблогер, это трэш-блогер, который Мерседеса сжигал. И на этом Мерседесе он въезжал, на какой-то тачке он въезжал в какой-то магазин. То есть человек строит свой контент на теме шок-контента. И вот как утверждаю сейчас, что у него же появилась девушка Адель. И они вот так вот красиво везде все отдыхали. Замечательно они проводили вместе время. И вот сейчас выяснилось, что Роман Литвина и его подружки, его девушки Адель оказался фейком. Миша раскручивал ее инстаграм. Он обязался за 30 миллионов рублей добить ее инстаграм до миллиона подписчиков. И Бородина, конечно, возмущалась, что я делала это бесплатно с своими мужиками. Но вопрос, бесплатно ли ты родила от него ребенка. Алло, тетя, ну куда тебя несет? Видимо, любовь была. Не будь ты такой уже желчный. Но да, расстались, да, расстались не очень красиво. Да, сейчас он изо всех сил пытается спекулировать на твоем имени. Ну, Бородина, ну ведь любовь же была, что ж ты такая желчная? Ну что ж ты такая желчная? А про Литвина и его девушку, вы знаете, ребят, я поэтому перестал комментировать непонятные вот эти вот союзы, непонятные семейные отношения, публичных людей. Ну потому что одна ложь и одно вранье. И все это куплено, и все это спроектировано. И потом на какой-то момент вываливается это все в публичный доступ. И мы сидим и говорим, вот какие мы были здесь дурачки, обсуждали и верили в их чистую любовь. Знаете, когда ты думаешь про эти вот отношения, 30 миллионов рублей, это гигантские деньги. Учитывая, что Инстаграм сейчас является экстремистской организацией на территории Российской Федерации, люди до сих пор вкладывают в состояние 30 миллионов рублей. Для обыкновенного обывателя, гражданина, средней руки России это состояние. И вот она заплатила 30 миллионов рублей за миллион подписчиков. Вы знаете, что самое интересное? Здесь я не буду винить Мишу Литвина, который обул девку на 30 миллионов. Нет, я не хочу сейчас опускаться на такой уровень. Он ее не обул. Это был контракт, который он отработал. Я не знаю, отработал ли. Я не знаю, добилась ли эта девушка миллиона подписчиков в своем Инстаграме. Но по мне, это такая глупость. Это такая вот просто беспросветнейшая глупость. Я понимаю, зачем они это делают. Нужно раскрутить Инстаграм, чтобы потом начинать с миллионом подписчиков. Очевидно, будет голубая галочка. Ты начнешь окучивать глупых подписчиков. Ну а как это называется? Ребят, это бизнес-проект. Что посеешь, что ты и пожнешь. И вот, пожалуйста, 30 миллионов вкладывают. То есть это развитие бизнеса. То есть это не просто потешить свое самолюбие. Когда мы говорим про 30 миллионов, это серьезные инвестиции в собственный бизнес. И вот, пожалуйста, оказалось оно вон как. 30 миллионов за миллион подписчиков. И вот знаете, вот сейчас же как бы случайно Крид спалил отношения Гусейна и Адушкина. На одном шоу на YouTube-канале Крид прошутил про ревность Гусейна по отношению к Кате Адушкиной. Эту шутку сразу же поддержал Дима Масленников. Ну то есть всем заносят, да? Начинается вот эта вот правильная пиар-работа неухлепых пиарщиков. Неухлепых пиарщиков, потому что решит это настолько белыми нитками, что становится уже просто неинтересно. И вот мне интересно теперь по этому поводу, кто кому платит Адушкина или Гусейнов, Гасан, и зачем это нужно. И вообще, вы понимаете, когда я говорю с пташками, привет пташки, вы знаете, а кто вы, я вас обожаю. И они мне говорят, Антон, ты понимаешь, есть вот эти вот посевщики в ТикТоке, есть вот эти вот целые офисы сидят. У каждого человека есть свои офисы. То есть мы говорим про Бузову, здесь мы говорим про Ивлееву. То есть это прямо-таки полет, ну, высокий, да? А когда мы говорим про Гусейна, такой же высокий полет, да? Но о чем речь? Никому верить нельзя. И вы понимаете, люди настолько неинтересны, когда ты строишь свой блогерский контент на вот собственной персоне, ты пытаешься заинтересовать публику своей личной персоной. Настолько это все неинтересно, господи боже мой. Вы знаете, я подписан на нескольких блогеров и смотрю их контент только, чтобы поржать над ними, посмотреть, насколько они неуклепые, нелепые. И вот, повторюсь, шитые белыми ниточками. А когда начинаются вот эти вот договорные отношения, что-то возьмем, может, мне с кем-то замутить? Договорные отношения за деньги, за 30 миллионов рублей. Раскручиваю ваш ютуб, я не знаю, до 50 тысяч. Вот прям гарантирую. Не знаю. Люди неинтересны, неинтересны, нехаризматичны абсолютно. Я считаю, что блогеров, настоящих блогеров на ютубе, их единицы, и эти блогеры работают тяжело практически каждый день. Я не только про себя. Я действительно очень много работаю, ребят. Но я говорю про то, когда начинаются вот эти вот договорные отношения. Ох, издеваешь и хочется спать. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Помните, наверное, в прошлом году были поздравления ветеранов на День Победы? Это, наверное, было даже два года назад или три. Ну вот были те самые моменты, когда присылали им медовые пряники вот в камень. Вот просто каменные пряники присылали им. Мы говорили здесь про ветеранов Великой Отечественной, да, у которых зубов нету, которые доживают свои последние годы. И настолько это все преподносится с опломбом, с помпой. Вот эти вот все празднования Дня Победы. Замечательно, что празднуете Дни Победы. Замечательно, что миллиарды и миллиарды вкладываются вот в это вот бряться не оружием, а по факту людям, которые достигли этой самой Победы, приходят вот такие вот пряники. Я сейчас не про пряники речь. Дорогие мои, с Днем России поздравили. Смотрим. Я, конечно, не Александр Григорьевич из мемов, но показать кое-что он тоже выпил. Это, чтобы вы понимали. Можем у меня не пушить как два месяца. И они поздравили с праздником. Маслечко. Муки немножко. Гречечка. Сахарочек. И овсяночка. Это мне позавтракать, а это испечь пирожки. Спасибо. С праздником. Вот эти вот подарки, значит, приходили вдовом тех, кто положил жизни сейчас на Украине. И ты смотришь на это убожество. Но это самое настоящее убожество, да? Вы знаете, это настолько похоже на вброс, это настолько похоже на фейк, что если бы не в контексте хронических подарков от государства, что инвалидам, что пенсионерам, что тем, кто выбил эту самую победу Великой Отечественной, ты думаешь, это вброс. А потом ты понимаешь, что это хронически такие просто пощечины на отмышь. Вы знаете, ты смотришь и думаешь, ну, ребят, вы же нефтяная держава. Один день войны в Украине обходится вам просто в миллионы и миллионы долларов. Ну, все вот эти вооружения, которые стоят немыслимых денег и которые гонятся туда поездами. Ну, неужели нельзя было вы... Ну, вот если такие деньги тратятся, ну, не киньте в одну ракету. Ну, поздравьте вы людей действительно красочными праздниками. Вот, знаете, вот он провал в пиар-компании. Не сделать на отвали, а сделали бы вот всем, вот, вдовам, да, прислали бы настолько роскошные подарки. Эти бы самые вдовы сняли бы такой же ТикТок, такой же Инстаграм, сториз. И сказали, вы посмотрите, как ценят наши потери. Вы посмотрите, как ценят нас, наше государство. И все бы немножко подзаткнулись. Ну, что, я не прав? А красивый подарочный набор. Ну, насколько... Конечно, он стоит дороже. Конечно, он стоит дороже вот этих вот рассыпных. Крупы, муки, масла без наклейки и прочее. Еще один ролик я видел, там вообще черви лазили вот в этой вот рисовой, я не знаю, крупе или что это было. Кто не знает, кто не смотрел, обязательно оставлю. Повторю этот дабл пост, сделаю в своем Телеграме. Знаете, там вот эти вот минутные ролики, ты смотришь и чувство омерзения, что вот так вот ценят своих граждан. И это из года в год. Это не новое. Это не новое. Это вот хроническая, типичная Россия и отношение ее к своим гражданам. И только начните здесь мне сейчас про мою русофобию. Знаете, кто занимается русофобией? Те, кто управляет Россией. Вот это самая настоящая русофобия, неприкрытая, ненавистническая ко всем своим гражданам, дорогие мои. Максим Фадеев, значит, подвергся гонениям на Западе. Дал он сейчас интервью. Цитата. Когда началась вся эта история сложная, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаемся здесь. У него же все перекрыли, все его счета заблокировали. Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе. Но вообще, профессор музыки, меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой. В Америке выпускаются мировые композиторы. Я был там, сейчас его оттуда вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета, у меня теперь ничего нет. То, к чему стремился тогда, мне казалось очень важным. Но знаете, какая интересная штука, продолжает Максим Фадеев, людей обмануть вообще нельзя. Ты точно знаешь, когда есть признание народа. Все мир, и я часто вижу, как ругают Россию. Говорят, что она такая-сяка. Я хочу сказать, прожив 16 лет за границей в разных странах Европы, Россия самая прекрасная и любимая. Я так люблю Россию со всеми ее минусами и плюсами за все. Максим, это шикарно. Это шикарно читать вот эти вот воззвания, когда у тебя заблокировали все твои счета, тебе перекрыли все твои каналы. Теперь никто и звать тебя никак. И даже твои заслуженные регалии их просто вычеркнули, потому что тебя люди знать не хотят. Вот в такой момент, после 16 лет жизни на Бали, в Европе, в Америке, вот сейчас ты говоришь, я так люблю Россию. А зачем ты добавляешь всем мир? Всем мир куда? Какой всем мир? О чем ты говоришь? Всем мир. Что говорят депутаты из России? Дорогие мои сплетники и сплетницы. Вы знаете, все это преподносится с таким жутким лицемерием. Значит, в Госдуме РФ заявили о возможности отозвать признание независимости Латвии и Эстонии. Мы не так давно говорили о таких же претензиях к Литве, о целостности государства. Сейчас важнее Литва, но это не означает, что мы на ней остановимся. Нам нужно как минимум выдавить НАТО за границы бывшего Советского Союза. Отзыв признания независимости этих стран может провоцировать их исключение из НАТО, так как согласно пункту 6 устава НАТО спорные территории не могут входить в альянс. Это занимается вот этой вот профанацией Евгений Федоров. Ребят, ну вот как вы можете сейчас говорить про какие вот резоны войны в Украине, когда они сейчас начинают смотреть на Прибалтику? Смотрите дальше на Прибалтику. Вам Прибалтики не видеть как своего носа. Вы знаете, вот ты смотришь и думаешь, господи, боже мой, откуда же столько идет негатива? Откуда же столько ненависти к русским? Да вот потому что управляют Россией. Вот такие вот люди. В Эстонию зайдите. Кто не знает, я сам из Эстонии, да? Но давайте начните бодаться с НАТО. Вот это будет цирк на дроте. Я сказал, я видел, каждое село в Украине неделями взять не могут. Давайте на Литву и на Эстонию посмотрим. Какой вы привет обратно. Вот ответочка такая получится. Такое, знаете, вот прямо душочек такой, да? И всегда это преподносится всем мир. Мы не понимаем, почему нас все ненавидят. Да потому что сидят в Кремле вот такие вот законотворцы, которые занимаются вот подобным вот. И, ребят, и не говорите мне про русофобию. Я из Эстонии. И последнее, что мне нужно, русские танки на территории моей родины. Скажите, что я не прав. Пожалуйста. Вузову обвинили в богохульстве, что она бабе 40 лет. Это цитата, это не мои слова. Она со сцены стриптиз танцует. Это сказал всеми забытый, мхом поросший Абрикосов. Значит, в начале месяца начался, прошел концерт Бузовой в Крокусе. Гигантский был солд-аут. Кого-то там загнали бесплатно, кто-то заплатил свои деньги. Кстати, на самом деле, те, кто были на том самом концерте Бузовой, сказали, отработала как лошадь. Отработала она качественно. Ну, не умеет человек петь, но вот шоу она умеет вытащить. И она это самое шоу вытащила. И вот, пожалуйста, Майя Абрикосов, прости, господи, роман третишный прокомментировал это все. Поверить не могу, что в «Доме 2» со мной была та же Ольга Бузова, которая сейчас дает концерты в кощусном образе под Деву Марию. Спускалась, значит, Бузова с этих своих веревок на сцену в образе Девы Марии. Белый балахон, текущие золотые слезы. Значит, Деву Марию смотрели здесь. И со стриптизом. Сидела, помню, глазки опустит в землю. Раскраснеется, плачет. Такая искренне ранимая. А кто сейчас эта демониха? Бузова потеряла всякое к себе уважение. Мама у нее стоматолог вроде, а отец строительным подрабатывал. Вы знаете, ребят, я уважаю Бузову за феномен, когда бесталантный человек способен добиться немыслимых стать звездой номер один, вопреки здравому смыслу. И как же я обожаю, когда вот эти вот, что вот все с этого, знаете, золотое сечение «Дома 2», все вот эти вот тявкалки, кто-то, у кого-то получилось все норм, да? А кто-то вот сидит, я не могу понять, да это же богохульство. А вы знаете, интересный момент, да? И вот здесь он говорит интересную мысль. Когда Бузова спускается в образе Девы Марии, это богохульство, но это разрешается, на это закрываются глаза. А когда Киркоров вытаскивает крест, ну, считайте, такое же богохульство, да? Здесь его полностью отмена, отменяют концерты, возвращают билеты, потому что он оскорбил чувства верующих. Вот она, избирательная тема, что как только ты ляпнешь вот что-то, что идет в разрез с политикой партии, тебе прилетит моментально, ты моментально ответишь рублем. Давят всегда рублем. Дорогие мои, цитата Иоанна Абрикосова, спускаться с небес, изображая себя Деву Марию с прикрученным к затылку нимбом муляжом, а потом танцевать стриптизм может только человек, планирующий, когда отдаст Богу душу, сгнить как овощ, не попав ни туда, ни в рай, ни в ад. Обожаю сбитых летчиков, в которых все, что остается, это спекулировать на бывших достижениях. Хотя какие там достижения? Ребят, мы говорим про Дом-2. Господи, какое же это, черт возьми, днище. Ну и вот, пожалуйста, новость. Юрий Дудь тайно продает квартиру в России. И выставил он свое вот это вот объявление о продаже квартиры за 25 миллионов рублей через своего друга. Но квартиру сразу узнали, потому что в этой квартире он часто снимал рекламные интеграции. Квартира у него на Тульской. Но, как утверждают, он сейчас находится, получил вроде как золотую визу в Португалии, в столице Португалии или вот в Испании. Вот это я не совсем понял. Опять же, чтобы получить визу в Испании, нужно вложить в недвижку 500 тысяч евро. Можно также положить на местный счет миллион евро. Я не знаю, получил ли он свои визы за финансовые вливания, или же он получил свои визы, так как он является инагентом и гонимым журналистом в России. В любом случае, его жена и ребенок также живут в Испании по этой своей золотой визе. Насколько я понимаю, сейчас они живут в Барселоне, но вроде говорят, будут они перебираться в Португалию. Можно сколько угодно охарить людей, которые уехали. Но чем больше я смотрю, тем больше я понимаю, что все больше и больше людей уезжает, потому что не чувствуют себя в безопасности, не чувствуют себя спокойно. Мы только что говорили в нашем прошлом видео, я говорю про это самое видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, про Олега Тинькова, да, когда он говорил, что уезжать нужно, потому что ничего не изменится. И печально мне смотреть, что люди продают свои квартиры, ведь покупка квартиры в Москве это инвестиция из отдела на будущее, да. То есть ты планировал жить в России, ты планировал строить карьеру в России, ты планировал быть нужным своей родине. Нет, не получается ни у кого, все улетают, все уезжают и продают полностью все. Печально. Остаются вот эти вот, майя абрикосов, сейчас майя абрикосов запоет, да, ну а кто? Он Максим Фадеев, никто о нем ничего не слышал, никаких интересных проектов нету, зато везде отменили, и вот в эти моменты мы говорим, люблю Россию, мне вот до боли в сердечке. Такое. Дорогие мои сплетники, все вы знаете на этом канале, мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе есть свой приют, который, возможно, очень сильно нуждается. Прогуглите, позвоните, узнайте и обязательно помогите. Это огромный плюс в вашу карму. Вы чувствуете себя, будете хорошим человеком, человеком, у которого есть сердце. И вы докажете всему миру, что есть люди, которым не все равно на страдания братьев наших меньших. Продолжайте помогать бедным животным и продолжайте доказывать всему миру, дорогие мои сплетники, что мы, сплетники, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцевер, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Я вас обожаю, ребят, за то, что вы показываете свою любовь и поддержку нам, и помогаете нам продолжать делать ежедневный интересный контент для вашего развлечения. Я вас обожаю, сплетники. Мы самая замечательная и интересная комьюнити в русскоязычном блогинге. В принципе, это не мое мнение, это факт. Поэтому, если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. У нас здесь интересно, ежедневно, горячо. И сплетник на этом канале звучит гордо. Я вас обожаю, сплетники. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова